Заветный безвиз. Киев стал к нему на шаг ближе. Профильный комитет Европарламента сегодня одобрил безвизовый режим с нашей страной. Когда же перед украинцами распахнутся врата Шенгена, спросите вы. Самый оптимистичный прогноз это конец апреля. И в этом же месяце нас ожидает еще одно важное событие. Это решение международного суда ООН в Гааге. Все подробности у Елены Зориной. Она в Брюсселе. Осталось подождать каких-то три месяца и с Шенгеном украинцам можно попрощаться. Сегодня в Брюсселе Киев поздравляют. Украинский вопрос рассмотрел профильный комитет Европарламента и рассмотрел позитивно. Вот как это было. 39 парламентариев из 44 за. Это пока хоть и маленькая, но победа в истории с украинским безвизом. Теперь свое слово должен сказать сам Европарламент. Голосование намечено на начало апреля. Ну а далее послы Совета ЕС второй раз озвучат свое «да» и Совет утвердит. И уже формальное подписание соглашения, публикация в официальном журнале ЕС. После украинцы могут отсчитывать не месяцы, а дни до поездок без шенгена. Всего таких дней 20. Это, конечно, если процедуре ничто не помешает в Европарламенте. Меня сегодня заверили. Задержек быть не должно. Даже наоборот, процесс попытаются ускорить. Пока что все идет по заранее утвержденному графику. Мы попытаемся протолкнуть это решение еще раньше в мае. Это вполне возможно. Это очень важно для жителей Украины и означает, что все требования Киевом были выполнены. Самое позднее, когда безвизовый режим заработает, это середина июня. А уже до конца апреля украинские дипломаты ожидают решения Международного суда ООН по иску против России. Во всяком случае, в части временных мер. В Гаге сегодня продолжили рассмотрение дела по терроризму на Донбассе и ущемлению прав крымских татар на оккупированном полуострове. Слушали очередные так называемые доводы Москвы. Российские делегаты все как один убеждали судей, конфликт на Донбассе это внутренние дела Украины. А крымские татары довольно неплохо себя чувствуют на оккупированном полуострове. И еще одно, якобы бук, из которого, по данным экспертов, был сбит малазийский Боинг, шел на Донбасс для защиты от украинской армии. Доказатель, что комплекс туда поставила Россия, нет. Да это считают россияне и неважно. Гагский суд вообще не должен рассматривать это дело. Украина заявила, что Россия должна прекратить государственное и частное финансирование терроризма. Однако поддержка терроризма каким-нибудь государством не попадает под действие Конвенции о противодействии финансированию терроризма. Это ответственность отдельных лиц или организаций. Поэтому мы считаем, что рассмотрение данного дела не попадает под юрисдикцию Международного суда ООН. На такие заявления тут же отреагировали и украинские дипломаты. Мне кажется, что весь свет сейчас находится на позиции Украины. И что Россия имеет ответственность за свои действия. И этот суд, это единственная судовая инстанция, которая может притягнуть Россию до ответственности. Сегодня последний день публичных слушаний в Гаге. Теперь слово за судом. И уже после дела могут начать рассматривать по сути. И каким бы решение суда не было, в Москве пообещали его выполнить. По крайней мере, в этом сегодня заверил журналистов пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Мол, иначе Россия не участвовала бы в процессе. Но заявление заявлениями посмотрим, как это будет на практике. Из Брюсселя Елена Зурина, Вадим Свиридонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.